Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Деяния апостолов. 20 глава, 17 по 38 стих. Мы вчера читали, но я только часть успел там немного объяснить. Пожалуйста. 20 глава, 17 по 38. Прощание, вчера проповедь называлась. Прощание, а его слова такого даже в Библии нет, оказывается. Там расставание. Вот сейчас послушайте, я коснусь самой последней фразы апостола Павла. Она где-то к нам относилась, но мы даже не заметили. Считаю. Измилитов же послав Эфес, он призвал пресвятеров в церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им. Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Васию, все время был с вами. Я по частям буду говорить. Смотрите. В то время пресвятер и епископ не имели различного названия. Даже непонятно, как это. И вот он говорит, что я что буду говорить, мне не надо свидетель. Я перед глазами у Вас был. Никуда не отлучался. День и ночь. Своего дома нет, хозяйства нет. Вы видели, чем я занимался. И далее. Работая Господу со всяким смиренно-мудрием и многими слезами. Мужчина, не просто мужчина, а главный в то время был, не считая Христа, который поверял все. И как на него охотились, и как-то люди заклинались, ни пить, ни есть. Не два человека, а сорок. А то надо понимать, какой воинственный народ евреи. Как они громили все вокруг. Всем государство смели с лица земли. И он выстоял все. И не уступил ни на шаг нигде. И здесь снова он проходит историю. Вы помните, кто перед вами стоит. Среди искушений, приключавшихся и мне по злоумышлениям иудеев. Ссылается, в первую очередь, злоумышление. И кто? Избранный народ. Вот сами себе прикиньте. Если бы с вами такое случилось, как? А кто? Ну, руководство. Нет, уже они простые люди, земледельцы какие-то, сторожа, пастухи. Это руководители государства. И вот сейчас ты знать ничего не знаешь, а тебе сейчас заклеивают всю квартиру. Живет человек этот такой. То есть они его обложили со всех сторон. Он напоминает свою биографию. Как я мог выставить? Он показывает, что со мною был Бог. Без Бога это невозможно сделать. Научитесь видеть простертую и невидимую руку Божию. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. Чем он занимался? Всенародно. Это площади, кинотеатры, клубы, стадионы. Вы знаете, где я был в субботу? Где я был в воскресенье? Это на ваших глазах. Вы видели, сколько людей обратил Господь Бог. То есть Он сначала настраивает их на полное доверие. Нужно так жить, чтобы вокруг люди, находящиеся, не сомневались, что мы такие. На собрании я дам статистику сегодня. Что статистики, на которые патриархия опирается, она против нас идет. Против нас. Я назову даты, которые и при том данные самой патриархии. Дальше. Возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего и Иисуса Христа. Не дело различия, кто татары, чеченцы, мусульмане, буддисты. Всем одинаково говорил, кто у нас это пойдет делать. Через интернет мы достигли этого. Я только сегодня утром увидел, сколько людей узнали, что мы свидетельствуем о Боге. Это прямо обращаются к нам. Вашими молитвами святыми, иначе задушили бы нас давно. У нас не 40 киллеров было, а может быть 40 тысяч было в одном государстве. Далее. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Так, досчитайте. Мне вот это нужно. Что? И куда бы он ни пришел, ты еще на свободе. А знаете, мы молились, и было сказано, что тебя арестуют, бить будут. И тебя повезут в Рим. А кто? Дочери у Пилипа, пророщицы были. В другое место приходит, это Павел, ты на свободе. А мы тут плакали, куда его увезли, даже не сказали, проститься не сумели. Да я вот он. Дух Святой нам это говорит. Вот когда мы это поймем, тогда будете знать. А вы можете сказать, что с вами было такое? А вы поговорите с теми, кто там был. Какое-то предчувствие. А чем оно выражается? Тем, что ты там бывал уже. Ты знаешь тактику. Меня сколько раз забирали в СИЗО перед этим. По месяцу 2-3-4 держали. Держали, наконец выпустили. Я сразу решил, что обязательно заберут. Поэтому чистое белье с собой в сумочке, сухарики, ножки. И в церкви все время я стоял почти 6 лет. С 20-го года, когда меня последний раз освобождали. А в 86-м пришло время. Берут и где-то на работе, а у меня все с собой готово. И батюшка, как знал, там валенки хорошие подарил мне там сверху надевать. Я в этом старался ходить. То есть мне это понятно. Настолько близко ощущение. Ну а что вы просили с собой-то взять? У Бога? Я просил. А какой ответ? Когда я говорю об этом, даже баптисты, которых много арестовывали, они говорят, а что это такое? Дух молитвы. Я больше ничего не просил. Чтобы там не ослабеть. И Бог дал распорядок. Я готовлюсь в интернете рассказать, но немного вам расскажу об этом. Дух молитвы. День. Во сколько вставать? Подъем в 6. А вы знаете, у нас подъем в 4.40. И вдруг мне Господь делает там в 4. И при том, когда смотрит в глазок с той стороны, я говорю, тот лег спать, я руку не пошевелил. В 4 ровно кто-то меня толкнул в бок, я встал на молитву. Это ни день, ни два. Это месяцами идет. То есть, часок нету. Лампочки не выключаются. Я сплю. Задень-то измотался. А почему? Ну не меньше от 8 лет, 3 тысячи поклонов. За неделю полностью Новый Завет на молитве считаю. За 2 дня на молитве стою в камере. Полностью псатырь. Через каждое, сколько времени, а каждая вот эта пауза маленькая, я ее не мерял. Но я знаю, 5 или 4 раза. По часу или по полтора молитвы у меня. Полтора часа, это у нас литургия только идет. Дух молитвы. И при том, не то, что я сказал или что-то, это внутреннее объяснить никак нельзя. Почему? Я молился об этом. Я ничего больше не просил. Когда я там был, я только сказал, Господи, когда я освобожусь, помоги мне сделать так, как делают католические священники. У них каждый вот священник обязан приехать, его отдельно где-то как бы заключают в тайной комнате. Сейчас я не могу сказать, сколько срок, но не меньше недели. Он один. От всего оторванный. А теперь и думай, ты перед Богом. Отсюда ты не выйдешь. Это узлы твои. То есть нужно учиться все-таки воображение развивать свое. Я вчера про это считал дальше, как он прощался и говорил, я уйду. Учил со слезами. За мной следом придут говорящие превратные. Свостами их восстанут, не другие. Будут переворачивать Писание. Он неправильно учил. И будут совращать, чтобы за ними пошли люди. И войдут к вам лютые волки. Запомните, слово лютые означает бешеные. Я посылаю, как обе среди волков, Павел, это Христос сказал. Это безбожники, это коммунисты, масоны, фашисты, там все. Которые в Бога не верят, преследуют христиан. А здесь лютые. То есть хоть сколько им не давай, бесполезное дело. Он пожирает и опять тебя сметает. Это же простое дело. Занимаюсь с детьми, создал детский лагерь, зарегистрировал в краевом отделе юстиции. Ну все нормально. Но преследование сколько? 98-й год. За неполных два месяца 15 или 18 краевых комиссий. Вплоть до КГБ задействовано. Электрики, пожарники. Любыми путями найти что-то и разрушить и туда. И Господь не дал этому совершиться. Поэтому слова апостола Павла мне не... Как будто это я сказал. И теперь, ну Дух Святой говорит. Я вижу сон. Сны не надо... Но сны мы знаем. Целая глава Библии посвящена снам. Иосиф был. Я не люблю разговаривать. Но, говорит, если ты видел крест, Святые говорят, это точно 100% от Бога. Я не вижу этот крест. Я только чувствую. Я сижу. Вот бывает... Посмотрите, вот мозг даже дорожный. Там балка на балку поднимет. Вот такой вот он. Я вижу тысячи тонн в нем. Огромный вот так боком. И я сижу, свесил ноги. Вижу себя в зеленой рубашке. И между облаков летит этот крест. И вот он летит. И начинает... Я ноги свесил, не боюсь ничего. И он начал снижаться. И где он снизился, я туда потом сходил, посмотрел. Там солонцы. И он тысячи тонн запахал прямо в ней. Я соскочил, он на боку лежит крест. И мне, примерно, вот так. И я говорю, Господи, а что это? Это страдание России. Я дальше во сне разговариваю. Господи, а почему я здесь один? Вы пойдете первым. Ты пойдешь первым. А остальное за этим. И дальше показывает соревнование. Идут бутылки большие. Которые моют где-то. И конкурс идет. Я вижу, моя бутылка самая чистая оказалась. И сзади бьют бутылкой. Она ломается прямо в позвоночник. Пункция. Дальше. Подходим рядом березовая роща. И стол. Длинный стол. И сидят священники. Красным кумачом покрытые. Я уже говорить не могу. Там у меня заражение пошло. Я губами шевелю и показываю. Причастите вы. И один священник через стол перегнулся. Вот тебе непричастье-то. Это все так и будет потом, когда дело пойдет. Кто это, я потом могу сказать это. Я ничего не знаю. Но уже история, как идти. Господь все по порядку показал. И идем. А на земле сеть. И такие ящейки, когда львов ловят где-то. Он наступит, сразу вот сдергивает. Я стараюсь на кого-то опереться. Там брат идет где-то. Они все слоняются. Никто не может мне помочь. Я едва шагаю, но стараюсь не задеть. Иначе меня подбросят. Я повисну и никуда не пойду. Все на буковке исполнилось. Сегодня как? Может быть у Бога нет возможности с нами говорить, когда мы заняты много. Поэтому через сновидение говорит. Но крест это уже главное. И вот здесь везде. Как это Дух Святой говорил? Я не знаю. Но говорил. Ждут тебя узы и скорбы. Вот теперь Павел знал. Не раздирайте мое сердце. Хотя бы умереть нужно. Я пойду в Белусалим. Там тебя арестуют. Я пойду в Белусалим. Ну видит, не убедит. Тогда молитву дальше досчитаете сами. Вчера мы до конца считали. Как его взяли? Как арестовали? Его переживания. Надо маленько прочувствовать это. И тогда ты увидишь. А это совсем может быть недалеко. И вы знаете, какие события сегодня идут в Белусалиме. Какая настоящая война. Сколько людей погибает. А задача стоит в том, что все религии будут запрещены. Все. Да едины, которые на земле. И будет одна, которая сядет в храме, как Бог. Выдавая себя за Бога. И с колена, колен 12, и с колена Данова. Это все святые отцы говорят. Определенное? Ясно. И что? Будет творить чудеса. И огонь с неба не своди. Сегодня никто этого не может делать. Только ракету может свести. И будет это? Будет. Я говорю, что нужно делать? Павел, что делал? День и ночь учился со слезами. Сегодня как мы можем? Ну, у нас Господь позволил это книги, интернет, беседы, проповеди. Вчера я только пришел. Гляжу, уже стоит. Вчерашняя проповедь уже стоит. С такой скоростью это делают. То, что сейчас говорим, они уже бывают онлайн называются. Одновременно. Почему? Это тоже труд. Во имя Господне. Я говорю об узах. Что такое узы? Когда начинаешь разбирать, говорят, семейные узы. То есть был свободный, женился. Об этом Яна Амос Камынский говорит так. Сковывается у одного рука, другой конец у другого. И вот так они и живут никуда. А как? Глава. Жена если упирается, она волоком за ним тащится. А когда умирает кто-то один, он сразу бежит на площадь, чтобы найти еще кого-то. Считаешь, да неужели, что такую беду я испытал? Мы сейчас прочитаем. И Слово Божие. Так. Я не буду с сороковая глава и по сорок вторую. Бытие. Как Иосифу были сны, касающиеся мировой державы. Что семь лет будет изобилие, а семь лет голод. И что там накопили, все это под метеор. Сегодня закатавливает себе, я не знаю, наверное, миллиарды тонн, если не миллионы. Китай. Всю кукурузу, пшеницу во всем мире буквально скупает. И все удивляются, откуда такие склады появились. Это Китай, это работники. Они это знают. А у нас запасные рядом, подъезжаешь в деревню, там было. С зерном. Все, размери нигде нет. Ничего нигде нет. Холодильники у тебя что есть? Ну сегодня закрыли магазины. Что дальше? Пенсии эти все? Ну а что ты купишь, когда магазинов нет ничего? А это просто остановить. А у нас машины, говорю, сейчас не продавай у тебя дома-то, ну, канистры больше нет. То есть начните рассматривать себя и сказать, нужно сделать заготовки. А какие? У нас на столе лежат Евангелие, повторяю. Только одна сестра подходит, а можно взять? Кому-то она отдает. У нас здесь есть целые ящики. Когда приехали из Горного Алтая, у нас попросили, мы дали так, и вы смотрите, у вас форесора уже прогнуло все. Загрузили под полную завязку, а бумага на... Тяжелый материал. Запомните это, приобретайте. Обратитесь к кому можете. Вот у нас возможность приобрести, и нигде, может, такой нет. Когда я подумал только об этом, мы на помощь кинулись, там, называется, Гидеона. И сейчас в интернете на неделе выставили ролик. В Российской Федерации военные выступают с Евангелием, Библия, и ставят вопрос, чтобы не давать тем, кто идет в армию, потому что все против войны. В Новом Завете. И показывает, пришли братьев Гидеоновых, но Салтырь и Новый Завет, хороший читать-то, запретили, все в складах лежит. Ну, когда это в России было так открыто, тем более свобода, такой свободы не видно ни в одном государстве. Это сегодня, прямо сейчас. И надо помолиться о тех, которые идут, которые убивают друг друга. Любыми путями найдите Слово Божие. И вы увидите, что вам Господь скажет. Не я. Это у нас запретная тема. Там, кое-что мы посмотрим по Слову Божию. Когда разделяются государства, родственники, мы доверяем Богу. Павел, тебя возьмут, но главное у тебя будет теперь устоять. И мы увидим, что он здесь рождал и говорит, у вас наставника много, а отцов мало. Я родил вас благорестованием во Христе Иисусе. Я проповедовал, и вы обратились. Но в тюрьме ты не проповедуешься. Вот я на этом остановлюсь особенно. Что говорит апостол Павел? Откуда послание к Филимону? Кто такой Анисим? Где он там продолжал разжать, может быть, нисколько, не меньше. Так, прочитаем несколько мест Писания. Псалом 2 полностью. Не каждый дома это читает, а мы посчитаем. Что такое пост? Псалом 2. Так, видите, сколько можно закладывать. Ну, никак нельзя, вот оно. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетно? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанка Его. Расторгнем узы их и свернем в себя оковы их. Живущий на небесах посмеется. Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их смятение. Я помазал царя моего над Сеоном, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народу в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразящий жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь цари, научитесь суде земли, служите Господу со страхом и радуйтесь перед Ним с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на Него. Я не случайно это взял. Мы стоим перед этим, что с вами оно совершается. Смотрите, мы называемся христиане, а где? Помазание. Не то, что там миром помазали. Дух святой, это только внешнее проявление такое. Дух святой помазал нас. Мы избранные, люди боятся этого слова. Ну, о себе так думаете. Не надунуть, не избранные, ничего нет. Много званых, то есть кому бы проповедовали. Но избранных, кто откликнулся этому. Вот, знаем, родители ходят, и дети ходили по одному, отпадают, и мы уже не видим их. Как это? Неизбранность. А что нужно сделать? Молиться и плакать. Проверить себя. Почему это случилось? Ребенок рождается. Нормальный ребенок. Потом раз, в церковь не ходит. Считать ничего не хочет. Мы тоже об этом поговорим. Вот сегодня видели, какая непогода, какой ветер. У нас-то сколько шифера сорвало. Надо делать. Создание, видимо, с этого. Так мы понимаем это. А что срывает у человека, как говорят, крыша поехала? Никому дела нет. Он в другом месте уже находится. Еще иногда на глазах появляется. А потом уходит, его нигде нет. Приходится спрашивать, а куда делась твоя дочь или где сын? Вот об этом. Народы замышляют тщетное. Свергнем с себя вузы. Надоели со своими проповедями. Убрать их христиан надо в первую очередь. Я сегодня выписал статистику непростую. Собрались люди. Я не знаю, почему все там в основном по-английски. Сто человек спросили, идущие по улице. Ваша вера какая? И они отвечают. Христианство. Христианство еще не определяет. Православное. Из христианства православных если взять, то остается это все сектанты, католики и другие. Атеисты, агностики. Идут 100 человек. Я статистику три раза прослушал, посчитал, выписывал, и вы увидите. Сколько храмов. Все как будто бы нам не принадлежит уже. Там пробуждение, это нет людей. Самое малое число это православных. Да и те, которые ходят и ничего не знают. Я Бога знаю, а церковь не люблю. Там Папа и дальше перечисляет машины, золото, что там где есть. Если бы сказали апостолу Павлу, он бы не понял, какое золото. Когда сегодня не принесли поесть, у меня ничего и нету, сказал бы. Далее. Псалом 106.14. Я несколько местных описаний взял, уже кажется, в три раза уменьшил. 106.14. Вывел их из тьмы и тени смертной, и расторнул узы их. Вот где, оказывается, узы-то. Тень смертная. Когда человек нам встречается, а я Бога не признаю, там, говорит. Когда заходишь в театру рулетку, они сплошняком идут. И надо говорить. И оттуда люди приходят. Как? Совершенно неверующие? Совершенно неверующие. Я, гностик, начинаем говорить, он начинает сомневаться. А бывает, при тебе даже уничтожат свои книги. Милость Божия. Поэтому не умолкайте. Свидетельствуйте о любви Божией. Иисус умер за нас. Даже ничего ты не знаешь. Где-то переплет был, там люди собирались, книги старые ремонтировали. Между собой разговаривают. Сидней. Австралия. Ну и говорит, а как ты к Богу обратился? И называет город такой-то там, тоже в Австралии. Я, говорит, шел, кто-то меня по плечу похлопал. Я вернулся, стоит человек и мне дает бумажку. И сразу повернулся, уходит. А что? Он говорит, а Иисус умер за нас. Если не покаетесь, душа в аду будет. А другой, а ты где? А я в другом городе был. Точно так же. Я с работы шел, кто-то под плечу постучал, обернулся. Мужчина, я даже посмотрел на него, он почти не обутый. И дал же мне такую бумажку. Я оказался, это один человек глухонемой. В разных только городах. Он писал и отдавал. Вот когда русские моряки, я когда на море работаю, я говорю, а как вы Библию достали? Там же шведцы не понимают. А я написал, Библия. И достал, Библию привез. С каким трудом люди добывают? А у некоторых у нас даже сейчас спроси, когда Библию считал в последний раз? Начинает искать это. Она настольная должна быть. Посуду мой, трогай, для Библии удели место. Чтобы она тебе рядом была, руку протянул. Нас еще самих надо учить. Дальше. 115.7. Это псалмы считаем, Давид говорит. Какие узы? Узы бывают невидимые нами. 115.7. Вот так. О, Господи, я раб твой. Я раб твой и сын рабы твоей. Ты разрешил узу моей. То есть все, что меня стягивало, он убрал. Вы знаете, вот Иннокентий, просветитель севера, Вениаминов. Вот я бы поехал туда, куда поедешься. Там же жена ей там, сколько у нее, шестеро детей. И вдруг внезапно жена заболела и умерла. Дитя там ледярородские разобрали. Это в будущем будет митрополит. Он весь север охватил. Лескоп об этом описывает, как он спутанный, как мумия, говорит, лежу. И дальше везут с одного там щума в другой. Тысячи километров прошел. Если что-то мешает, я бы сделал, но мне мешает вот это. Такая специальность. Бог уберет это. На первом месте любовь. Не стягивайте себя с этими узами. Да я никак не думал, что получится так. Узы, это все узы. Все, что препятствует быть полностью посвященным для Бога. Вот я когда обратился к Богу, это 1962 год, 27 сентября в 17.00. А работаю, все надо, учусь. Я только одно прошу, Господи, дай мне такую работу, чтобы ум мой был не занятый. А где такую работу найдешь? А я строитель. И оказалось, полы настилать, окна вставлять, крыть. Мне думать не надо. Мне отдельно беру работу, отдельно государственную работу. Вот здесь на Байрозе я работал сколько. Работать и благодарить Бога. Вот своей молодежи подскажите, какую специальность избрать. Первое, наивысшее, которое на земле, это сельское хозяйство. Без еды никуда. Второе, это то, что вот на нас есть. Как там называют они? Третье, это строительство. И там научись славить Бога, не отступая ни одной минуты. Для прославления его. 149.8. Салом. Заключает царей их вузы и вельмошь их ваков железная. Он заключает Господь. И так те, которые сегодня угрожают, да мы доберемся до вас, крестьян. Не смотрите на это. Господь закрещает в вузы. Вчера он только издевался. Вот я работал Алтай-Трансстрой. Ну, прямо невозможно. Когда ты придешь, а жена там уборщица работала, он начинает говорить. Я говорю, вы себя-то хоть знаете или нет? И вдруг раз, его арестовы, за ним такие дела открыли. И он сразу смысл, ну, и нет его нигде. А проходу не давал. За каждое, то что я захожу, чтобы везти в эти домы. То есть, никогда не обращайте внимания на угрозы, которыми пытаются остановить проповедь, нашу христианскую жизнь. Далее. Исайя 28-22. Я специально взял из нескольких книг. 28-22. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче. Ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Уже приговор есть. А можно сделать так, чтобы... Не может быть Армагеддон перед окном. Вот ветер прошел, это проповедь. В один день все это сметет, и как будто никогда не было. Тут где-то дерево, говорит, упало. Показали, баптистский дом горит. Так или не так надо. Загорелся, да? Это прямо снимки уже сделаны. Это могли быть мы. И где бы ты его не услышал, какая бы беда ни была, помолитесь о нем. Вот ко мне приезжал этот американец Уолкер Джастис. Я ему подарил книги. И вдруг сейчас показывает, лежит на постели. Молодой, он тут кос развел. Поговорили о Боге, ничего не принимает. Хорошо русский язык знает. Он с отцом приехал сюда распространять. Беру свою там, какой, даже название не может сказать. И сейчас лежит. Ну, может быть, уже и встал. Включи его в молитву. Джастис, я говорю, что за имя? А Иуст. Иуст, который... Это Иуст, а у них Джастис. У них буква ДЖ. У нас Иван, а у них Джон. У нас Иаков, а у них Джеймс. Дед везде. Так, Джастис, и Уст, Господи, коснись его сердца. Тут и семья у него, и все, и построился. Ему дали землю. Тут же в Алтайском крае, кажется. Мы не знаем, как будет. Но когда ты молишься, и случится это чудо, ты скажешь, Господи, ты мне позволил быть участником обращения человека. Дальше. Еремея 27... А, вот. Исаев 58, 6. Вот пост, который я избрал. Слушайте внимательно, как поститься надо. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ерма. И угнетенных отпусти на свободу. То есть, на кого что-то имеешь, отпусти. Не только от этой тюрьмы. Я же не начальник тюрьмы. И расторни всякое ермо. Дальше. Еще что дальше написано. Все. 58, 6. И дальше. Считай. Раздели с голодным хлеб твой. Так. И с китающимся бедных введи в дом. Когда увидишь наголо, одень его. И от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой. И исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет перед тобой. И слава Господня будет сопровождать тебя. Сколько поселись, намазы совершали. И оказывается, вот еще надо. Не забывайте это. Это 58 глава, 6 стих. Исаия. Иеремия 27. Попутно. Узы. С чем люди связаны? Ну, а как сегодня? Да там обманут. Бог его знает как. Я проезжал когда через Ригу. А долго нету поезда. Я пошел. Рига течет. Лежу, лодка опрокинута. Дождь начался. Я под лодку залез. А там из окна бабушка увидела. И она сразу подошла. А почему под лодкой? Да я еду, пойдем к нам. А сама говорит, вот пустили цыган. Все обобрали. Обкурили. Говорит, встали. Под нами даже матрасов нет. И все еще. Ну, как же так? Вы под лодкой. Я не могу достигнуть до этого. Я закроюсь на всех вещах. Если увижу, что другого обманули где-то как. Значит, надо узнать, действительно ли это так. Благоразуменно во всем. Добродетели, покажите рассудительность. И далее. Так, Иеремия, Иезекиили. Так сказал мне Господь. Сделай себе узы и ярмо. И возложи их себе на выю. Выя, это шея. Ярмо, настоящее, которое на быках. Сделать такое пророку. И теперь иди и спрашивай, что такое. А то погибнет наш народ. Тут придет другой народ будет. Это ярмо вот такое на нас наложит. В один день нас выкидут из комнаты. Это говорит пророк. К нему. И так случилось, да, случилось. А были пророки, которые называются лжепророки. Нет. Мы с Египтом, такая связь. У нас тут такие ракеты. Ничего не поможет. Бог установил. Это проекция задуманного Богом. И оно чем ближе, тем точнее сходится. Дальше. Иезекиили. 4, 1, 17. И ты, Сын Человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собою. И начертай на нем город Иерусалим. Кирпич? Напиши город Иерусалим. Как игра детская идет. И устрою саду против него. И сделаю укрепление против него. И насыпь вал вокруг него. И расположи стан против него. И расставь кругом против него стенобитные машины. Как это сделать? Где бы он взял? Какие-то игрушки надо пушке поставить было. Ну и сделай. Это пророк. Это святая Библия говорит. Потерпите. У нас мы видим сегодня не игра. Именно так и идет. И возьми себе железную доску. И поставь ее как бы железную стену между тобою и городом. И обрати на него лицо твое. И он будет в осаде. И ты осаждай его. Это будет знамение в Дому Израилеву. Ох как. И сразу доложили царю конечно. Такой-то человек. Вот он лежит и говорит Иерусалим будет в осаде. А что у него? Кирпич. Никуда не идет. Лег на бок и лежит. Ну он сходит хоть куда-то. Лежит. А как питается? Дальше сейчас увидим. Как питается. Ты же ложись на левый бок твой. И положи на него в беззаконе Дома Израилева. По числу дней в которых будешь лежать на нем. Ты будешь нести беззаконие всей страны. На одном боку. Ни одному пророку так не было. Но это где-то может быть мы его не видим. Это одна какая-то бабушка. Что-то она там делала. Не знаю. И священник ей сказал. Бог тебя простит. Тогда вокруг Кремля на коленях переползешь. А ползешь там два или три раза. Ну и видишь бабка пришли. Там какая-то бабка ползет. Та заарестовали. А кто? Ну батюшка. Вся сразу священника. Ты сказал ей. Ну я не против. Она не исправляется никак. Ну ты маленько. Ты видишь. Приезжают иностранцы. У вас люди ползают как мураши здесь. Это реальность. Которая была. Не знаю даже что со священником дальше было. Но когда одного арестовали. Он говорит. Наконец-то. Слава Богу. Хоть заснуло. Все эти годы прятался. Ни одного дня спокойного не было. И я определил тебе годы беззакония и их числом дней. Триста девяносто дней ты будешь нести беззакония дома Израилева. А как он будет нести? Смотрите. Может кто-то это делает так. Не знаю. И когда исполнишь это. То вторично ложись уже на правый бок. И сорок дней неси на себе беззакония дома Иудина. День за год. День за год. Я определил тебе. И обрати лицо твою и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима. И пророчествуй против него. Вот. Я возложил на тебя узы. И ты не повернешься с одного бока на другой. Да ты ознавка переворачиваешься. Я хочу переворачиваться. Еще нет. Скрутила. И лежи на одном боку. А руку простри на этот кирпич. Осада будет. Далее. Да коли не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы и ячменя. И бобов. И чечевицы. И пшена. И полбы. И всыпь их в один сосуд. И сделай себе из них хлебы. По числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. Да все врачи сегодня против будут. Еще хоть маленько там. Капуста, помидоры, там арбузы. Все смешай, перетолки и ешь. Вот по нашему сказать. И пищу твою, которую будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день. Вот она, тарелочка там. Не просто так. Я это и наемся, и другого не надо. Нет. Дальше. От времени до времени ешь это. И воду пей мерую. По шестой части гина пей. Ну, может там полстакана на день. От времени до времени пей-то. И ешь, как и чменные лепешки. И пеки их при глазах их на человеческом кале. Ну, ты совсем можешь. Ну, это Библия говорит. Еще уже головой закрутили все. На человеческом кале, когда засохнет, а его тепло идет, а то заседает. Ну, и он слушал, что лежать на боку пройдет. Это, ну, Бог велит. Он пророк. И при том, в числе великих пророков. Ну, тут он сразу, считай дальше, что у него. Попятился назад. И сказал Господь, так сыны Израилю будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их. Вот так вот. У евреев можно изгонять, а другие народы изгонять, будете все подряд подвизывать. Тогда сказал я, о Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась. И мертвичины, и растерзанного зверя я не ел от юности моей до ныне. И никакое нечистое мясо не входило в уста мои. Богу доказывает, как будто Бог не знает что-то. Ну, Господи, ну, все время я посты соблюдал. В среду, в пятницу там, и вдруг такое. И сказал мне, вот, я дозволяю тебе, вместо человеческого кала, коровий помет. Ну, вот, льгота небольшая, но важная. Заметьте, вот когда нам совершенно трудно, то можно сказать, Господи, а можно что-то делать чуть полегше. А Господь старается, что больше. Почему дьявол не заковал Господь, а с кем бы боролся за того, за что бы награду получил. Вот когда человек выходит на ринг, борьба, а тот там заболел, пришел, как сказать, что он победитель его? Вот такая же здесь история. То есть, вот эти события против нас, что-то, где-то, как-то. Мы прочитаем еще немного, потерпите. Ладно, до 17 стиха досчитаете. Захария, 11-14. Когда будете считать, вы найдете там больше еще для себя. Захария, 11-14. И переломил я другой жезл, мой узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем. Родные все, евреи. И дает, переломи. А теперь будет два государства. Вот мы нас когда спрашивали, а как вы смотрите на то, что в Украине? Мы никогда не считали, что это другое государство. Это мы, братья, белорусы. Я никогда даже не знал, что это другое... А уж что, воевать друг против друга будут? Это... Вот это, вот все это было. И Господь преломил Израильское царство, и Иудейское. И благодаря чему? Неразумный сын. Природа отдыхает на Равааме. Вся мудрость, видимо, у Соломона была. А его сын, ну как, видит, когда слушается, показать, какой он герой. И люди пришли, говорят, Соломон такие налоги наложил. Ну, мы же терпели, ну, куда денешься? Ну, теперь этого нет. Везде у нас воинские части стоят. Да и порт Артуры, и везде. Это на сегодняшний перевожу где. Ну, вы можете сделать, вот маленько нам послабление-то. А я посоветуюсь. Старики ему говорят, знаешь, сделай. Это день интронизации. Тебя поставят и скажут, смотри, как он сделал умно. И тебе хоть вздохнули мы, когда правитель что-то хочет сделать, он должен то убрать-то. Он говорит, ну, я с молодежью, а у него свои там есть, своего возраста. А тебе, говорит, не вздумай. В одном уступишь, завтра буду тебе палец, дай ты, когда локоть укусит. И ты скажи, отец мой наложил вот такие розыги, а я буду бить вас. И сразу называют, как? Такое, где на конце еще и скорпион ударит по телу и отрывает кожу даже совсем. Я вам покажу, как. И они пошли, да кого вас старили-то? Израиль, по домам. Мы десять счастей отошли. Он тогда собирается. А два колена за ним осталось. Иудина-то внеаминова. Мы наведем порядок. Господь сразу послал порок и сказал, не вздумайте идти, это полная смерть будет. Эта история повторяется. История на наших глазах. Я ни к чему не призываю. Я просто говорю, Библия это источник мудрости во все века. И она не стареет. И он зато вот говорит, вот мы живем здесь, а в Египте другой закон. Там, скромно сказать, у них светофоров, говорит, нету. И никаких правил нет на дороге. Кто куда едет, не касается. Разбегают друг друга, между машинами едут. И вот здесь закон египетский, он не действует в другую страну, на Китай. И при том, другой царь, он меняет все. А закон Божий на все века и на всех государствах. Какому закону мы подчинили себя? Так, еще немного. Филимону. Одна глава, тринадцатый стих. Она одна глава, всего только Филимону. Так, первая глава, семнадцатый стих. Павла посадили, мы на лузы. Что там будешь делать? Что он, Павел, там делал? Сидел и печалился. Меня взяли, как там, да у меня столько прихожан, да такие открытые церкви были хорошие. Нет. Он сразу же начал проповедовать тому, кто стоял рядом, охраннику. Я потом скажу, как Господь это сегодня делать может. И как обращаются люди. И сколько там пришло. Так, считаем. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. То есть, у него один был слуга, который обокрал, а куда с деньгами дали? В город. Он, как иголка в стоге сена, его не найдешь там. Но рано или поздно, как у блудного сына-то, то друзья, товарищи, женщины, все, проел и есть нечего. А ему говорят, в тюрьме привезли какого-то. Он всех приглашает, а сам прикованный сидит к стене. А к нему столько ходит людей, и все приносит ему. Ты иди там поешь. Но так и было, как Антония. Когда через них проводили воинские части набрали, новобранцев-то. И там вышли люди и кормят их. Ну, а что это за люди такие? Незнакомых людей. А это христиане. А что это такое? Ну, какой-то Христос там, плоти их было, распяли, они его за Бога признают. Вот такой разговор был. И он уверовал в это. Вот что, крестное знамение, когда подавали, и то, что жертва от себя. И здесь дальше. Так, Филимону 8. С 8, ну да, еще прочитай. 8, 21. Филимону? Да, вот, 8 стих. Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно. По любви лучше прошу. Не иной, кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Заметьте, какие, главное, почему меня слушаются? Во-первых, я узник Иисуса Христа. На меня нападают со всех сторон. Детей, да сборили в лагерь. Да это уголовник, он сидел, да он там под нарами его. То есть, они не знают, что. Такая статья была, называется, для политических, 190 прим. Из 70-е, которые священников сажали, баптистов, и далее. Надеюсь на послушание твое. Я написал к тебе, знаю, что ты сделаешь и более не заведено. А Филимон это тот, который еще из него обратился. А слуга его обокрал. Он теперь Филимону пишет. Если долг какой, на мне считай. Ты мне жизнь с собой обязан, Филимон. А он боится теперь эти деньги-то не вернет. Ну, что ты должен. Ну, украл у тебя сколько там, 5 миллионов. Ну, считай на мне, Павел говорит. Я это сделал-то. Когда ты своей жизнью мне обязан. Вот мы находим повторение, если мы живем по этим правилам. Евреям 11.36. Еще два маленьких места. Потом закончите. Евреям 11.36. Другие испытывали поругание и побои. А та же Узу и темницу. Видите как? А которая верующая. Тут два варианта. Били его. И приходили на Первый Вселенский собор. И руки вот так держали. А почему их пытали? А раскаленный брусок. И на него руку вот так вот. А тут амнистия. Тут Константин победил. И они подходили вот так вот. Рука дрожала. И кто? Император, я говорю, целовал эти руки. Это называется исповедники веры. Выше их только мученик. Вот ты сидел, ты за это отбывал. Это исповедник. Исповедника наградили один делом. Когда бывало во время гонения. И кто-то не устоял. Ну и отступил. Но отступил от трехся. Никого не выдавал. А если ходил, да выдавал. Я же знаю, да я же верующий был. Вот здесь место. 30 лет от ущения. Потом, когда обратиться, на 30 лет. 30 лет. Это полжизни или больше даже. Вот как. А что здесь делать надо? Ну надо просто увидеть. Как там было трудно. И поэтому исповедникам дана власть. Заступаться за них. Его отлучили, допустим, на 15 лет. А он говорит, я там был, знаете, как трудно. Когда пытают, подвешивают тебя. Что попало делать? Психиатрия тебя накачивает. Никого не слушают. Каноны. А когда исповедник говорит, эти каноны могут попятиться. Я это испытал. Я прошу, вместо 15 лет, ну сделайте ему хотя бы 12. Это в канонах после было показано. Святые отцы на нас только разумно поступали. Вот я смотрю, попутно сказать, каноны какие. Жена согрешила против мужа. И на исповеди сказала. Она обязана сказать. И священник ей говорит, 9 лет. Она говорит, у меня муж. Очень ревнивый. Он сразу догадается. Он убьет меня. Чего же сразу не сказал. Так, 9 лет. Пресчищать тебе не надо, но стоять будешь с ними. Тогда муж, что не видит, не всегда бывает когда-то. Знаете, как тонко подойти. Исполнить канон. И сохранить семью. И сохранить ее жизнь. И еще так. Луки 6, 26. Вот эту фразу запомните хорошо. Сейчас посчитают. Евангелие от Луки 6, глава 26 стих. Коротенькая. Коротенькая. Он говорит, дыма без огня не бывает. На тебя там говорят, значит, что-то есть. Вот она говорит. Горе, когда все будут говорить хорошо. А ты скажи на тебя, когда плохо говорили. Серьезно это или не серьезно? Христос обвиняем был. Не просто обвиняем, а колдуном. Силой князя Безевского, Безевула. Ему Безевул делает это все. Как его поносили. А апостолов. Кто они такие, эти люди? Ну и дальше всякую мерзость. А на Божью Матерь что не говорили? Когда считаешь, я считал эти книги, даже вообразить нельзя. Не просто так родила отремленина. Да не просто отремленина, а который был беглец, дезертир. То есть все это ниже, ниже, ниже. А ничего этого не было. Поэтому не бойтесь, когда вас поносит кто-то, эти узы сбросите с себя. Лишь бы мы не были виновны. Милостью Божией мы сегодня как бы с апостолом Павлом побывали. Везде говорят, будут узы, будут гонения. Не бойтесь. С нами Христос. Аллилуйя. Аминь.